Вчера вечером во время первого из двух концертов Стаса Михайлова в киноконцертном космосе около космоса возле заднего входа случилось нападение предположительно охранников, певца на екатеринбургских журналистов из городского портала Е1. В общем-то, скажем прямо, история далеко не новая и не сверх экстраординарная для нашего городка. Охранники заезжих звезд бывало сталкивались с въедливыми журналистами, а Екатеринбург всегда славился не только большим количеством телеканалов, одно время мы даже называли свой родной и любимый город самым канализационным, но и пронырливостью и резкостью суждений журналистов. Однако, в отличие от многих других нападений на съемочные бригады, это выгодно отличается, ибо оно случилось прямо в кадре. Предыстория такая. В космосе шел концерт Стаса Михайлова. Перезрелые фанатки бесновались под «без тебя», а в это время возле заднего входа в космос съемочная бригада портала Е1 писала стендап. Корреспондент Борис Юзеф-Польский в кадре, оператор Андрей Казанцев за штурвалом видеокамеры. Космический охранник устанавливал ограждение для того, чтобы звезда эстрады без последствий проследовала мимо фанаток. Ну, в общем, ситуация самая обычная. Улица, никаких ограничений на съемку нет, Стаса Михайлова поблизости вообще нет, и вдруг сзади к оператору очень тихо подходит человек в штатском и бьет. Кадр уплывает. Кадр уплывает. Чуть позже из космоса к нему на помощь подтянулся второй, видимо, тоже охранник. Оператор Андрей Казанцев достал сотовый, чтобы вызвать полицию, но первый бодигард тупо отжал у него мобилу и ушел в открытый космос. Съемщики попытались побежать за ним, но второй охранник космос закрыл и не пустил парней вовнутрь. Согласитесь, вот это попадос на ровном месте без объяснения причин. Тиран-деспот у камеры фонарь сломал, да еще и мобилу украл и, главное, сбежал, а на концерте Михайлова есть где затеряться. Теоретически весь этот тихий замес произошел в поле зрения космической камеры наблюдения, но, к сожалению, для униженных и оскорбленных екатеринбургских журналистов она в этот момент не работала, видимо, тоже ушла на концерт. Кончилась эта дикая и какая-то даже беспредельная история тем, что журналисты все-таки вызвали полицейских, которые факт воспрепятствования законной деятельности журналистов зафиксировали, сходили в открывшийся для них космос и операторскую мобилу все-таки вызвалили. На сегодня, в 11-м, ОПЕ есть заява от потерпевших, проводится проверка, по ее итогам, как обычно, будет принято какое-нибудь процессуальное решение. Не, ну так-то это галимая уголовка. Напал, по башне надавал, световое оборудование камеры сломал, мобилу отжал. Но зато смотрите, какими яркими красками заиграл концерт «Заезжие звезды». Было время, ну лет 15-20 назад, екатеринбургские журналисты не пропускали ни одного концерта, прям все подряд освещали. Сейчас как-то все приелось, и журналистам в массе своей эти концерты сильно по боку. Во всяком случае, в наших новостях вы никогда бы не увидели поющего Стаса Михайлова. Но стоит немного по беспределу намять бока журналистам, и, пожалуйста, журналисты зацепились за тему. Ну и на пасашок. Вот нам, например, совершенно непонятно, что может происходить в черепной коробке охранника, если он реально считает, что нельзя снимать не то, что Стаса Михайлова, а и даже космический задний проход, из которого тот должен был появиться перед фанатками. Может, охранник просто застоялся и решил потренироваться на окошках, прежде чем приступить к расталкиванию локтями многочисленных фанаток. А ведь сегодня вечером там же второй концерт. Перед глазами прям так и вырисовывается картина фантазии. Телохранитель, вчера изрядно размявшийся, молотит еще одного бедного журналиста. На пороге космоса лужа кровищи, вокруг толпа дамочек скандируют речевки. Вдруг появляется сам певец. Наступает в лужу, и фанатки начинают орать. «А, Стас, на крови!» На этой ноте можно было бы и завершить, но на пасашок-пасашок немного отсебятины. К самому Стасу Михайлову за этот околокосмический аксесс претензий, конечно, нет. Его бодигаарная свита – люди взрослые, и их можно только заменить, но не изменить. Пусть наказанием телака занимаются те, кому это положено по службе, а самому Стасу Михайлову – глубокая респектуха. Но это уточню от себя тина, и это мнение может не совпадать с мнением руководства ТАО и телеканала. За песни ничего не скажу, за творчеством не слежу, но внешне он кажется очень даже русским православным человеком, что по нашим временам немало. И вот так вот долго, как он, оставаться самым высокооплачиваемым эстрадным исполнителем России, а в Екатеринбурге даже давать по два концерта подряд – это явно не без помощи неба. Вот на этой ноте и разошлись Стас Михайлов и Екатеринбург. Один спевший, двое потерпевших, и несколько тысяч глубоко удовлетворенных женщин, одновременно достигших катарсиса. Продолжение следует...